Сегодня мы вместе с вами вновь отправимся в небольшое путешествие. И, конечно же, я планирую, что мы каждый день будем понемногу что-то говорить из древней истории библейской, из тех мест. Мы будем рассматривать те места, где проходили определенные события, о которых зафиксировано в книге Библии. Сегодня мы с вами изучим семь великих пророчеств Библии, которые говорят нам о вторжении из космоса. Мы уже с вами вчера говорили о том, что вторжение из космоса произойдет. И вторжение из космоса, которое Бог запланировал, это второе пришествие Иисуса Христа. Мы вчера с вами конкретно говорили, каким образом придет Иисус в наш мир. Мы говорили, что есть четыре важных таких фактора, которые определяют, это ли Христос или это обманщик. Потому что в Библии предсказал Иисус, что многие придут под именем Его, и которые будут говорить «Я Христос». И для того, чтобы человек не ошибся, для того, чтобы человек четко мог знать, где тот Господь Бог, Которого Он верует, Которому Он молится, Бог четко определил важные детали своего возвращения. Ну а сегодня мы поговорим не о деталях пришествия Христа, каким Он будет выглядеть и так далее. Мы сегодня поговорим с вами о семь великих знамениях, которые будут говорить, когда же это произойдет. Мы сегодня будем говорить, когда же это наступит. Я сегодня не планирую поставить, назначить дату пришествия Христа, но мы с вами будем говорить о времени, когда это реально произойдет. Ну и в самом начале программы мне хочется подарить вам вот эту красивую лилию. Вы ее заслужили. Пусть ваша жизнь будет красивой, как этот цветок. Чтобы все у вас было хорошо в ваших домах, в ваших личных отношениях. И чтобы Бог поддерживал каждого из вас. Давайте вместе с вами сегодня вновь отправимся в Иерусалим. Снимок, который вы видите, он сделан из горы Оливия. Чуть-чуть я попытаюсь вам нарисовать географическую ситуацию этой местности. Сегодня современный город, он включает в себя и гору Илеонскую, или Масличная гора, или еще ее называют гора Оливия, потому что там много оливковых деревьев растет. И вот если спуститься с этой горы, вот я фотографию сделал с этой горы, если спуститься туда вниз и затем пройти через долину, а там есть мостик, и пройти через этот мостик, вы поднимаетесь сразу наверх, и это горы Сионские. Горы Сионские, они покрыты современным городом Иерусалимом. И на этих горах есть несколько важных возвышенностей. Одна из них, известная многим читателям Библии, это возвышенность моря. И мечеть Амара, именно внутри ее находится эта возвышенность, и я уже вам об этом говорил. Ну а сегодня мы давайте вместе с вами проведем путешествие и пройдем Масличной горы, где Христос был взят, где Юда пришел на эту возвышенность, где Иисус вместе с учениками в тот последний четверг, он молился, он попросил учеников, чтобы они молились вместе с ним. Сам отошел несколько метров от них, склонился на камни и молился, чтобы, возможно, если, чтобы прошла мимо него эта чаша. Но он сказал, не как я хочу, а как ты, отче. И вот туда пришел Иуда, и там он нашел Иисуса. Видимо, Иисус с учениками неоднократно там, в этом саду Оливка, он вместе с учениками молился, Христос учил учеников, и поэтому он знал четко это место. И поэтому туда именно он привел огромную толпу с колями, с мечами, и придал Иисуса целованием. А теперь давайте пройдем с этого места по тому пути, возможно, по которому могли везти Иисуса, в дом Каиафы, первого священника, где произошел первый допрос на смешки и издевательство. Итак, мы спускаемся с вами с горы Илеонской. Вы видите, там с правой стороны, это есть, ну я говорю так, молебница. Она построена на том месте, где считается, что там был этот камень, где Иисус совершал молитву свою, где он боролся и принимал решение, что ему сделать в связи с падением человечества. Оттуда Христа могли везти здесь по саду, и затем мы опускаемся к тому месту, где вы видите церковь, которая называется Церковь Страдания Иисуса Христа, или этот храм называется еще Храм для всех народов. И я должен сказать вам, минуя, проходя мимо этого храма сегодня, мы с вами проходим по мосту через поток Кедрон. Поток Кедрон сегодня, он только возбуждается и течет вода только тогда, когда выпадают ранние и поздние дожди в Палестине. А так там нет воды. Однако мы проходим через этот мост и оказываемся в нижней части Сионских гор. Вот это мостик мы переходим, и дальше нижняя часть Сионских гор. Когда мы проходим мимо, мы встречаем вот этот памятник. Это памятник, который построил Давид. Здесь он похоронил, это гробница его сына Авесолома. Он похоронил здесь своего сына. Вы видите этот памятник. И мы теперь дальше отправляемся в нижней части Сионских гор и медленно поднимаемся. Затем мы с вами подходим к этим ступеням, которые были выложены. Это каменные ступени Хасманейского периода, которые ведут вверх к дворцу Каяфы. Мы поднимаемся выше по этим ступеням. И должен сказать вам, что в древности эти ступени соединяли нижний город, например, во дни Давида, Соломона, соединяли нижний город с верхним городом, который был на возвышенности наверху Сионских гор. Уже виден храм, храм, который носит название сегодня «Храм отрекшегося Петра». Этот храм построен в 1931 году. Он построен на фундаменте дома Каяфы, который был первосвященником во дне Иисуса Христа и который предал Иисуса на смерть. И поэтому этот храм построен на фундаменте дома Каяфы, первосвященника или же руководителя, Божьей Церкви в то время. Друзья мои, именно здесь апостол Петр отрекся от своего Господа. И этот храм носит название «Храм отрекшегося Петра». Если вы будете находиться неподалеку в городе, в Иерусалиме, неподалеку от этого храма, и если вы будете находиться уже на перекрестке, где эта улица поворачивает сюда к храму, то там вы увидите интересный указатель. Нарисованный петух, стрелочка и написано «Храм отрекшегося Петра». То есть очень легко попасть туда. Вы видите здесь, на этой картине, которая изображена здесь, на этом храме, Петр стоит на коленях и он как бы кается перед Господом. И мы с вами знаем, что Иисус Христос, Он простил Петра. Затем мы с вами попадаем внутрь храма. Очень интересная ситуация. Все, на чем вы стоите в этом храме, это часть дома Каяфы. То есть Каяфа построил раньше свой дом именно здесь. Это площадь, это то, что было. А храм построили на этом фундаменте. Там вот есть решеточки. Вам видны там решеточки? Мы сейчас их увидим лучше. Вот смотрите, это эти решеточки. Немножко в сторону от центра есть яма. Пробоина в этом полу, отверстие, которое было сделано для того, чтобы решать некоторые вопросы. Под домом Каяфы находилась его собственная тюрьма. И когда Иисуса привели сюда, его сначала именно туда привели, пока собрался Синедрион. Это было ночью все, с четверга на пятницу. Пока собрался Синедрион для того, чтобы принять решение, что им сделать с Иисусом. И Иисуса содержали именно там, внизу. Эта тюрьма имела боковой уход. Это собственная тюрьма Каяфы. Он получал там непокоривых. И когда вы проходите через боковой такой вход, это просто скала. Это просто каменная скала. И вы видите, что этот вход, это выдолблено просто в скале. И там сохранились старые решетки, за которыми сидели узники, наказываемые этим человеком. Затем, в конце концов, мы попадаем внутрь того помещения, где сверху, то есть, когда мы были в храме, там есть отверстие. И вот это то помещение. Сегодня в этом помещении есть небольшой столик. И на этом столике огромная толстенная книга. Многие паломники сегодня приходят туда, и они знают, что происходило здесь. Они понимают, что происходило там. И поэтому они пишут свое пожелание, свою подпись, пишут дату своего посещения. И многие молятся здесь, в этом месте. Они понимают, что это святое место, потому что сюда привели Иисуса, того, который невинный, не сделал ни одного греха. Однако над ним надругались и над ним насмеялись. Друзья мои, я думаю, что мы вернемся к этим деталям чуть-чуть позже. И об Иисусе Христе. Но сегодня мне хотелось бы, чтобы мы с вами вспомнили о том, что происходит сегодня. Посмотрели на наш мир сегодня. Давайте вспомним хотя бы, по крайней мере, третью нашу лекцию. Когда мы проводили третью лекцию, я говорил с вами о книге пророка Даниила, 2 глава. Я говорил вам о сне на ухода носора. Я говорил вам о том, что закончился этот сон и разрешение его тем, что камень оторвался без содействия рук, и он ударил ступни ног. И этот камень, он представляет собой второе пришествие Иисуса Христа. Бог предсказал, что тогда, когда будет существовать Римская империя, разделенная на мировые государства, когда будут существовать эти европейские государства, о которых мы с вами говорили, Христос придет во время существования этих государств. И они не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною. Интересно, возможно ли знать, когда это событие произойдет? Когда этот символичный камень, который представляет собой второе пришествие Христа, когда он оторвется и когда он упадет на планету Земля? Хочу прочитать для вас статью из газеты «Московские новости», 2001 год. Написал ее Дмитрий Орехов. Послушайте. «Есть что-то неотразимо величественное в самом характере математического знания», сказал русский ученый Николай Дмитриевич Кондратьев. Кондратьев принадлежит работа о длинных волнах в экономике. Московский экономист Георг Микерин, один из авторов книги «Длинные волны», предсказывает научно-технический прогресс и социально-экономическое развитие, основываясь на данных Кондратьева, других исследователей. Он составил таблицу периодов, начиная с конца 18 века, по 2009 год. Запомните эту цифру, 2009 год. Это будет через год. Он считает, что мировой кризис, я читаю статью, уже начался в ноябре 1997 году лихорадкой на финансовых рынках Южно-Восточной Азии. Ученые рассматривают это как начало взрывного катастрофического периода, по окончании которого в 2009 году начнется новый виток развития человечества. Мы на грани, когда ученый предсказывает, начнется новый виток развития человечества. Далее газета описывает, Дмитрий Орехов пишет, Интересно, что не только экономисты предсказывают катастрофические для мира события в начале 21 века. Примерно о том же говорят геофизики. Директор Центра геофизических прогнозов в Москве Игорь Николаевич Яницкий утверждает, что скоро Землю ждут очередные вселенские катастрофы, сравнимые с гневом богов. Впереди несколько скачков активизации всех этих процессов. Первый ожидался в 1998 году. Второй – в 2003 году. А потом, в 2012, возможно, то, что в Библии называется концом света. Итак, экономисты и геофизики, несмотря на некоторые разногласия в датах 2009-2012 год, единодушно предсказывают что-то вроде конца света. И не только они. Не только законы природы, но и законы человеческой истории длинные волны указывают на приближение вселенской катастрофы и начало нового развития, нового витка человечества. Друзья мои, сегодня мы вновь будем открывать великие пророчества Библии. Мы вместе с вами сегодня сможем узнать о тех грандиозных событиях, которые действительно должны, могут и должны быть обрушены на планету Земля перед вторым пришествием Иисуса Христа. Сегодня мы с вами подошли к такому моменту в истории, когда вокруг загорелись огни, которые сигнализируют нам с вами об опасности, которые тревогу создают для того, чтобы человечество серьезно могло задуматься о своем времени. И действительно, что ожидает жителей планеты Земля в ближайшем будущем? Иисус Христос – это тот, кто знает будущее и знает от начала конец. И Он дает нам знамение, Он дает нам сигналы тревоги для того, чтобы у всех людей была конкретная возможность узнать, когда наступит конец. Почти две тысячи лет тому назад Иисус Христос с учениками, находясь на горе Илеонской, глядя на величественные постройки Иерусалима, глядя на эти огромные стены, Он предсказал будущее. Я хочу, чтобы вы сегодня увидели еще исполнение одного древнего пророчества, которое имело место в первом веке нашей эры. А затем мы посмотрим на исполняющееся пророчество сегодня. Друзья мои, доктор Лука записал пророчество, которое предсказал Иисус о израильском народе, о городе Иерусалим. Давайте будем читать. И когда приблизился к городу, ты, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы и ты, хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат тебя, стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих тебе, и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Далее Иисус сообщил Своим ученикам следующую важную весть. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, чтоб приблизилось запустение его, тогда находящиеся в Иудее добегут горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное». Послушайте. Это удивительная история. В конце 67-го года, в начале 68-го года, в наши эры, евреи и иудеи снова восстали против Рима. Они сделали вновь революцию, и кесарь Адриан направил туда лучшего полководца из Сирии по имени Цестия Галия. Цестия Галий пришел с войском, которое насчитывало 100 тысяч солдат. И когда Цестия Галий подошел к Иерусалиму, он окружил его и держал его некоторое время в осаде. Внутри города находилось очень много христиан. Внутри города было очень много иудеев. И вы знаете, когда армия Цестия Галия окружила Иерусалим, многие христиане вспомнили слова Иисуса, который говорил, «Когда увидите город, окруженный войсками, бегите из него». У христиан была Библия. У христиан было учение Иисуса Христа. А Христос сказал, «Когда увидите город, окруженный войсками, знайте, что приблизилось запустение его, и бегите из него». Это звучало глупостью. Как можно было бежать из города, окруженного войсками? Как можно было делать побег? Это не одному человеку, а тысячам христиан, которые жили в Иерусалиме. Господь сказал, «Бегите из города! Увидите это! Бегите из города!» По какой-то необъяснимой причине. Я не знаю, нигде не нашел в истории причину, почему. Цести Галли снял осаду и повернул тыл. Он со своим войском, со стотысячным войском, отправился обратно в Сирию. Когда они увидели, что осада снята, когда они увидели, что римское войско отправилось и отдалилось от Иерусалима, они выбежали, обнаженные мечом, выбежали из Иерусалима и стали преследовать римскую армию. И в тот день они убили более шести тысяч человек, римских воинов, которые не разворачивались, чтобы отомстить, но продолжали свой путь в Сирию. И к вечеру они устали, и они решили больше не догонять римских воинов. И они вернулись в Иерусалим. И они сказали, «Мы победили их!» В том году они выпустили даже такую монету, на которой написали, «Это первый год нашей независимости!» Вы знаете, но христиане знали, что произойдет. Христиане верили словам Иисуса. И поэтому, когда только Цести Галли снял осаду, когда он вернулся в Сирию, ученики Иисуса Христа, христиане, которых было тысячи человек в Иерусалиме, они вышли из города Иерусалим. Они покинули этот город, и они не возвращались в него. Затем история свидетельствует, вернулись римляне под руководством Тита в 70-м году нашей эры. В Иерусалиме тогда находилось около 1 миллиона евреев, потому что это было время праздника. У иудеев есть несколько важных праздников, на которые съезжаются иудеи со всех стран мира. К храму, к тому месту, где они считают, что Бог предназначил это место своему обитанию. И когда это происходило, этот праздник, более миллиона евреев находилось в городе Иерусалиме. Не так, кто большой этот город, окруженный стенами. Но когда находилось там столько людей, Тит осадил город Иерусалим. Тит держал осаду некоторое время, и евреи начали драться между собой. Начались внутренние проблемы. У них не было еды, у них не было запасов, чтобы выдержать эту осаду. И они стали готовы были есть друг друга, находились в большой проблеме. Около года Тит держал осаду Иерусалима. И затем он ворвался на территорию храма и сжег весь этот город. И один римский воин держал в руке факел. Он забежал в храм и бросил факел в храм. А храм внутри загорелся. Тит не сдал указ потушить огонь. Он хотел сберечь, как реликвию, храм Соломона, уже перестроенный. Но это сделать было невозможно. Библия говорит, что город и храм будут разрушены. И никто не смог остановить огонь пожара. И вскоре весь город пылал огнем во исполнение Слова Божьего. Тит сумел вынести из храма только семисвечник. И сегодня в Риме на арке Чита изображен семисвечник. Это было самое ценное, что Тит сумел вынести из Иерусалима. Слова Иисуса Христа, они исполнились. И я хочу сообщить сегодня каждому из вас, что при разрушении Иерусалима погибло порядка одного миллиона евреев. Порядка одного миллиона иудеев, которые поклонялись Богу по Ветхому Завету и не приняли Иисуса как своего Мессию. Но ни один христианин не погиб. Потому что христиане поверили словам Иисуса. Иисус предсказывает правду. Он знает от начала конец. Его предсказаниям абсолютно можно доверять. И когда в Иерусалиме я ходил по этим местам, до меня дошли слова. Библия права. Ей можно верить. Она говорит правду. Можно верить пророчествам, предсказаниям, записанным в Библии. Послушайте, мои дорогие друзья. Я видел исполнение библейских пророчеств. Я лично ходил и проверял эти места. И поэтому я верю в Бога. Я верю в Библии. Почему погибли иудеи? Почему был разрушен Иерусалим? Позвольте ответить на эти вопросы. Доктор Лука записал слова Иисуса Христа. И когда приблизился к городу, то смотря на него, заплакал о нем и сказал, и разорят тебя, и побьют детей твоих тебе, и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени своего. В жизни каждой нации, каждой цивилизации, каждого народа, каждого индивидуального человека есть свое время. Некоторые люди думают, что, например, как учит буддизм, религии Востока, что у многих, у человека есть много жизней, и что он пожил в этой жизни, если не получилось, не надо переживать. Есть следующий вариант, следующий вариант, и он переходит с одного вида в другой, затем опять может быть человеком, может быть королем, потом рабом, потом муравьем, потом коровой, потом травой, и так далее. И так он переходит много видов, раев, адов, и таким образом очищается, все равно он попадет в Царство Божье. Это шутка. Но люди верят в эту шутку, как в правду. У человека есть одна жизнь, и это говорит об одном шансе, и это говорит об одном времени, свое время. Евреи не узнали своего времени. Проблема разрушения Иерусалима, проблема гибели миллиона евреев в то время, они не узнали своего времени. Они не узнали его. Позвольте дать вам еще одну важную историческую справку. Историк Иосиф Флавий, который записывал для Кесаря, для Цезаря, записывал нужные сообщения, исторические факты, он написал, при пожаре золото затекло между камней. Воины расшвыряли все камни, чтобы достать золото. Поэтому все стены были разрушены, за исключением вот этой части стены. Вот этой части, которую я вам показываю. Вы видите, здесь разница в камнях. Заметили? Огромные камни, а потом маленькие пошли. И вы заметили это? Вот эти камни, которые сверху, это потом достраивали, строили Иерусалим, когда его перестраивали и восстанавливали. Но вот эти вот камни большие, это то, что осталось от древнего храма. Это внутренняя стена храма, потому что Иерусалим был, я вам показывал, вы помните, макет, поэтому одна стена была наружнее Иерусалимского храма, а это внутренняя стена. И вот внутренняя стена, это часть, которая осталась нетронутой. Почему? Потому что в Иерусалимском храме было очень много золота, было очень много золотых вещей. И воины, как вы знаете, тогда они были на содержании, но какое содержание они имели? Они вели войны, они нападали на какие-то племена, нации, города, завоевывали их, и тогда собирали все богатство, делили между собой. И это была им плата. И когда они завоевали город Иерусалим, им нечего было вынести, потому что весь город сгорел. И поэтому, что сделали воины? Они расшвыряли все камни во исполнение пророчества Библии, во исполнение пророчества Иисуса, который сказал, камня на камне не останется, все будет разрушено. Для чего нужно было рушить камни? Потому что туда затекло золото, и поэтому от пожара, и поэтому они расшвыряли эти камни, для того, чтобы изъять золото, и унесли домой слитки золота. Пророчество исполнилось. В одной из пятниц вечером призах... Это правильное чтение Торы. Это правильное чтение Торы. Сегодня очень мало людей на земле, иудеев, очень мало раввинов, которые умеют правильно читать Тору. И вот этот дедушка, он уже умер. Он был на тот момент единственный человек, который умел правильно читать. Он учил других. Но это очень сложно точно выводить эту мелодию и так далее. Но не это самое главное. Что я хочу сказать? В одной из пятниц вечером, вы знаете, что евреи празднуют субботу. И суббота у них начинается с пятницы вечера при заходе солнца и до захода солнца в субботу. И евреи для того, чтобы субботу сегодня, не так, как раньше было, а сегодня, для того, чтобы ее четко светить, они начинают субботу за один час до захода солнца. И если вы в пятницу утром, в четыре, в пять часов утра, в шесть часов утра встанете и будете идти по улицам города Иерусалима, везде, на различных местах, где можно вешать объявления, вы сможете прочитать. Суббота. Солнце заходит, скажем, в 20 часов 45 минут. Суббота начинается, ниже подписано, в 19 часов 45 минут. Когда, и там написано, в следующий день в субботу везде объявления висят другого порядка. Солнце заходит в 20 часов 44 минуты. Суббота заканчивается в 21 час 44 минуты. То есть до начала суток в субботу они один час отмечают уже как субботу и один час после уже субботы для того, чтобы никак не нарушить эту святыню, этот день, который они считают святым. И так вот, пятницу вечером я пришел на это место, на место у стены слез, у стены плача. Там огромная площадь. Я вам показывал. Там собралось множество людей, тысячи, тысячи иудеев поприходили туда. И я смотрел, как они молились. Я уже вам показывал такое движение. Наклоняются и произносят молитвы. Я смотрел, как они между камней всовывали свои записки, где они писали свои просьбы. Я смотрел, и во мне проявилось особое чувство сострадания к этому народу. И я в сердце своем подумал, почему вы плачете? Почему вы вот так вот молитесь и чего-то просите? И когда я узнал, когда один человек рассказал мне, чего он просил в своей молитве, он просил, чтобы Бог помог каким-то образом снести эту мечеть Амара, мечеть Алякса, и чтобы там восстановить вновь Иерусалимский храм, чтобы это было место поклонения Богу. И он сказал мне, что я верю, что придет Мессия. Как мне хотелось в этот момент обнять этого человека по-дружески, глядя ему в глаза, сказать, милый человек, Мессия пришел. Мессия пришел. Он сказал, когда Мессия придет, эти мечети будут уничтожены. И я хотел сказать, что Мессия пришел. Проблема лишь в том, что вы его не приняли, что вы повернулись спиной к Мессии. Проблема лишь в том, что ваши прародители отнеслись к Нему равно, как они относились к другим пророкам, побивали камнями, перепиливали пророков Божьих, а Мессию пригвоздили ко Кресту. Вам нужно только сегодня принять Его. Он любит и вас. И Он простит вас. Но только обратитесь к Нему. Друзья мои, причина разрушения Иерусалима, гибели иудеев в отвержении Божьего спасения, причина в недоверии книги Библии, причина в отвержении ее предсказаний, ее предостережений. Вот почему это произошло. Сегодня сотни людей, тысячи, сотни тысяч, миллионы людей, миллиарды людей находятся примерно в таком же состоянии, как и иудеи тех дней. Они не знают своего времени. Они идут по жизни машинально, не задумываясь о ее смысле. Люди либо не знают, либо отвергают Божье спасение. Однажды, находясь на Масличной горе с учениками, Иисус Христос заметил, как ученики восхищаются величием храма, как они восхищаются той колоннадой храмовой стены. И тогда Он сказал пророчество об Иерусалиме. Он предсказал целую плеяду пророчеств на будущее, вплоть до конца греховного мира. Включите, пожалуйста, звук. И заглянуть в будущее. В прошлом на это претендовали многие. И широко признано, что такие люди, как Нострадамус, Дети Фатимы, Эдгар Кейси и Джин Диксон предсказали различные события будущего. Две тысячи лет назад ученики Иисуса задавались тем же вопросом. Они спросили Его, Учитель, скажи нам, когда будет признать Твоего брешествия и кончины мира? Я хочу задать сегодня вам вопрос. Скажите, а вам хотелось бы это знать? Вы видите, ученикова интересовало, когда придет кончина, когда наступит кончина времени, когда это произойдет, какой признак Твоего возвращения, Твоего пришествия? Хотелось ли вам бы знать, какие знамения будут предшествовать к концу времени? Может быть, мы с вами действительно то самое поколение, которое живет в последнее время, последнее поколение? Может быть, Христос действительно придет в наши дни? 24-я глава Евангелия от Матфея. Это ответ Христа на заданные вопросы. Давайте попробуем читать 24-ю главу Евангелия от Матфея. «О дне же том и счастье никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Это предсказание Иисуса. Мы не можем знать дату, но мы можем знать время. Есть разница между этими фразами? Друзья мои, сегодня я хочу представить вам семь великих знамений Второго пришествия Христа. Первое знамение – это то, что происходит под маской религии. Иисус Христос предсказал. Он сказал им в ответ «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос» и прельстят многих». Одним из знамений конца времени является замешательство в религиозном мире. Христос сказал, что в последние дни истории выйдут многие люди, которые будут выдавать себя за Христа. Это будут лжехристы, которые прельстят многих. Библия говорит, это слова Иисуса, «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих». Последние дни будут характеризоваться голосами, исходящими из различных частей мира. Они будут говорить, «Вот истинный путь! Идите за мной! Я голос с неба! Я пророк последнего времени!» Христос предсказал, «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки». Друзья мои, многие религиозные лидеры, они будут утверждать, что являются перевоплотившимся Христом. Они будут показывать чудеса, они будут исцелять больных, они будут творить знамения. Подумайте о времени, в котором мы живем сегодня. Во всем мире сегодня растет количество групп, людей, тех, которые следуют за тем, кого они считают своим пророком последнего времени или своим Мессией. Сегодня на земле существует несколько Мессий. Иудеи верят, что сегодня есть Мессия. Недавно, я уже говорил вам, умер один человек, который называл себя Христом, Дэвид Кореш. Вы замечали когда-нибудь, что молодые люди носят золотое кольцо в правом ухе? Я узнал, что это люди, которые являются последователями так называемого брата Джулиуса из Америки. Пытаясь узнать о верованиях этого движения, один журналист задал вопрос брату Джулиусу. А вы Мессия? А вы Христос? И брат Джулиус ответил, да, другого никогда не было. Я тот же, который приходил почти 2000 лет тому назад. И это не исключительный случай. Несколько лет тому назад, в мае месяце проводилась подобная встреча в городе Нижнем Новгороде. Мне прислали записку из автозавода, где один человек молодой заявил о себе, что является воплотившимся в Новом Мессии Иисусом Христом. И он сказал, что прошлый раз я работал плотником на зарете, а сегодня я работаю в Нижнем Новгороде на автозаводе с лесарем. И я приду послушать, как ты будешь проповедовать обо мне. Я лично общался с этим человеком. Он убежден, что Он Мессия. Он притязает на чудеса, на сверхъестественные. Его глаза, мне казалось, что они пронизывали меня насквозь. И он убежден, что Он Мессия. Я помню, в 1997 году на такой же программе, когда подошел ко мне один молодой человек, одетый в белом, на лбу большой крест, и он преподнес миловидную женщину в роскошном убранстве и сказал, Мария Деви Иисус пришла в противовес Антихристу, чтобы спасти наш мир. Вы об этом знаете. Мария Деви Христос. Она Христос. Она Мессия. Она помазанник. Летом 1995 года на западе в Швейцарии проходил съезд Иисуса Христову, на который приехало и зарегистрировалось около 500 человек. Каждый из них притязал на сверхъестественные. Иисус Христос из Италии, когда растягивал руки, сразу появлялись раны и кровоточили. Когда Он опускал руки, кровь прекращала течь и раны исчезали. Это не просто так. Мои дорогие друзья, сегодня рождаются новые религии, новые веротечения. И должен сказать вам, что они рождаются как грибы после дождей, как появился хороший проповедник, так и появилось новое движение. Друзья мои, не живем ли мы в то время, о котором предсказывал Иисус, что появятся лжехристы, появятся лжепророки, выдающие себя за посланников Божьих. Цель нашей программы заключается в том, чтобы помочь людям посмотреть правде в глаза. Итак, то, что сегодня происходит в религиозном мире, есть знамение второго пришествия Христа. Второе знамение это то, что происходит сегодня в политическом мире. Христос сказал, что в последние дни будут они характеризоваться политическими конфликтами. Послушайте, также услышите о войнах, ибо восстанет народ на народ и царство на царство. Сегодня лидеры стран подписывают мирные договоры. Но вместо желаемого мира на планете вовсю свирепствует разгул войн и военных слухов. Да, Иисус Христос смотрел в будущее, и Он видел кризис нашего поколения. Знамения пришествия Христа ясно предсказаны в пророчествах Библии. И мы сегодня действительно не можем устанавливать НАТУ, но мы можем знать время, в котором мы с вами живем. Христос смотрел в будущее, и Он видел кризис нашего поколения. Никогда еще наш мир не знал такого стремительного роста к войнам, как сегодня, как 20 век, как начало 21 века. В 20 веке на войне погибло более 100 миллионов человек. На войне погибло более 100 миллионов человек. до 1914 года человечество не знало, что такое повсеместная война. До 1914 года люди не знали, что такое всемирная война. Число убитых после Великой Отечественной войны на войне в военных конфликтах превышает сегодня 30 миллионов людей. Кажется, и войны-то не было такой большой нигде. И погибло столько людей. Начиная с 1960 года в различных частях мира произошли сотни войн и военных конфликтов. Ежегодно в мире тратятся миллиарды долларов на вооружение и оборону. В 1993 году на земле происходило одновременно 29 войн. Библия говорит, на земле уныние народов и недоумение. Сегодня мы с вами привыкли к новостям, которые рассказывают о зверствах, о пытках, о массовых изнасилованиях, об убийствах, показывающих на какую дикость способен современный цивилизованный человек, образованный человек, но забывший Бога. Международная обстановка ненадежная в нашем мире. Христос предсказал о наших днях. Послушайте, также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, это еще не конец. Друзья мои, слова Христа сбываются сегодня на наших глазах. Сегодня мы с вами видим бедствие, недоумение народов земли. Война в наше время стала обычным делом разрешения конфликтов между государствами, между народами, между нациями. Вы знаете, сегодня нас не больно и уже тревожат события, о которых пытаются так рьяно рассказывать журналисты из мест этих событий, военных действий. Но кто-то может сегодня возразить и сказать, ну разве может война быть признаком второго пришествия Христа? Разве войны не были всегда? Разве люди не воевали? Почему война может быть сегодня признаком или знаменем второго пришествия Христа? Друзья, моя история свидетельствует, что войны действительно были всегда. Но одно необходимо подчеркнуть, что один-единственный военный конфликт, конечно, никак не может быть знаменем времени. Но то, что происходит сегодня, это просто невозможно. На войну в заливе тратили полмиллиарда долларов каждый день или 350 тысяч долларов каждую минуту. сегодня войны стали обычным способом решения конфликтов. Войны практически пропитали сегодня все человечество. Поэтому то, что происходит сегодня в религиозном мире, то, что происходит сегодня в политическом мире, есть знамение второго пришествия Христа. Христос сказал, когда услышите о войнах и военных действиях. Сегодня это очень серьезно работает. Третье знамение это способность человека к самоуничтожению. В книге Апокалипсис Христос через пророка Иоанна он сказал, что вернется, чтобы погубить губивших землю. Послушайте, никогда в истории человечества люди не обладали такой техникой, такими средствами, чтобы уничтожить планету, уничтожить жизнь на всей земле. Профессор Орсен Уэллес сделал следующее заявление. Мы можем превратить землю в костер при помощи термоядерных бомб. Мы можем опустошить города, соскоблить земную кору, превратить нашу обитель в обращающийся в космосе шар, покрытый пеплом. Друзья мои, это уникальный момент в истории человечества. Апостол Павел говорит, ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба и не избегнут. Библия сообщает, что во время непрекращающихся войн и военных действий, во время накопления вооружений, будут люди говорить о мире. Они будут подписывать мирные договора, они будут создавать союзы для того, чтобы держаться вместе, для того, чтобы поддерживать друг друга. Подумайте, как это реально сегодня. Один дипломат из ООН так описал безуспешные попытки этой организации установить на земле мир. Очень краткая фраза. Мы пытались изо всех сил, но нам это не удалось. И на земле сегодня нет мира. Поэтому, друзья мои, то, что происходит сегодня в религиозном мире, политическом мире, возможность самоуничтожения это знамение конца. Это знамение второго пришествия Христа. Но хочу сообщить вам радостную весть. Сегодня есть несколько человек на земле, которые постоянно носят такой маленький дипломатик. Когда они открывают этот, то есть, когда они решат в своем сердце открыть этот дипломатик, там нет много кнопок. Он может нажать кнопку, и наша земля может превратиться в шарик, который будет вращаться в космосе, покрытый пеплом. А радостную весть хочу сказать вам о том, этого не произойдет. Библия предсказала, прежде чем кто-либо попытается сделать это, Бог удержит руку, придет сначала Иисус Христос. Он не допустит самоуничтожение. Четвертое знамение это то, что происходит в физическом мире. А Христос предсказал и будет голод, болезни и землетрясения по местам. Голод сегодня стал обычным явлением. В разных местах сегодня люди борются за жизненное пространство. Исследование роста населения на земле показывает очень уникальную диаграмму, что на протяжении пяти тысяч лет последних на земле не существовало больше людей, чем один миллиард населения. Но буквально сто лет тому назад на земле уже было два миллиарда человек. Буквально шестьдесят лет тому назад на земле насчитывалось три миллиарда человек. Сорок лет назад на земле уже было четыре миллиарда человек. Заметили рост? Мы говорили с вами, умножится знание, и умножаются и люди параллельно. 25 лет назад на Земле было 5 миллиардов людей, сегодня на Земле 7 миллиардов людей. Некоторые специалисты делают прогнозы, что в 2015-2020 году на планете может насчитываться 15-17 миллиардов человек. Роберт Макнамара, президент Всемирного банка, в связи с этим сделал уникальное заявление. Давайте прочитаем. Помимо самой атомной войны, рост населения Земли представляет собой наибольшую проблему, стоящую перед миром в текущем десятилетии. Если мы не будем действовать, то угроза неконтролируемого увеличения жителей Земли приведет к катастрофическим последствиям. Поэтому люди считают, что нужны войны, нужен голод, чтобы сократить рост населения. Друзья мои, сумма денег, которая тратится миром на вооружение всего лишь за два дня, или стоимость десяти бомбардировщиков типа Стелс, могли бы предотвратить миллионы смертей, могли бы сохранить миллионы жизней, которые умирают сегодня от голода. По отчетам Всемирной организации здравоохранения, на земле одна треть людей питается хорошо из семи миллиардов. Одна треть людей не доедает. И одна треть людей голодает и умирает с голоду. Некоторые сделали подсчет, что в этом году от голода умрет около 160 миллионов человек. В Бангладешней большой стране по территории с населением около 120 миллионов человек сегодня происходит столкновение из-за недостатка питания. В Индии из одного миллиарда населения около 700 миллионов не доедает каждый день. Друзья мои, каждый день умирают сотни, тысячи людей от голода на планете Земля. Но я понимаю, голод из-за стихийных бедствий. Но эти дети, они умирают от голода из-за бесчеловечного отношения к ним, к людям. Войн, эмбарго, коррумпированного правительства, экономического гнета, в котором находятся многие развивающиеся страны. В результате бедные беднеют, а богатые богатеют. В то время, как от голода умирают эти дети, многие богатые страны Запада ежегодно уничтожают миллионы тонн продуктов, для того, чтобы сохранить высокий уровень цен на рынке. Самолюбие. Голод является результатом жадности человека. Самолюбие. Его нежелание заботиться о ближнем. Любить ближнего, как самого себя, не хочет человек. Американский президент Эзенхауэр, подводя итоги войны, сделал следующее заявление. Каждый новый автомат, каждый новый корабль, каждая ракета является, по сути, своей обкрадыванием тех, кто умирает от голода и от холода. Друзья мои, послушайте некоторую важную информацию. Каждый бомбардировщик типа Стелс, он стоит 25 миллионов долларов США. Сколько можно было спасти людей от голода? Средств, которые тратятся на ракету, которая имеет такое обозначение «Земля-воздух», одна ракета стоит 16 миллионов долларов. Средств, потраченных всего лишь на одну ракету, хватило бы, чтобы сегодня кормить тысячу людей не менее пяти лет. Сегодня на вооружении в Соединенных Штатах Америки стоит бомбардировщик, который носит название «Тайфун F-16». Он стоит 38 миллионов долларов. Через год, в 2009 году, на вооружение выйдет самолет, бомбардировщик, который носит название «Ф-22 Рептор». Его стоимость 99 миллионов долларов. Сколько можно было бы спасти жизни людей от голода? Иисус Христос предсказал, что голод является знаменем времени. Вскоре Бог объявит, время заканчивается, Он не желает продлевать эти страдания и сердечную боль своих детей. Вскоре Иисус придет, вскоре голод уйдет в прошлое. Совсем недавно в европейских странах прошла эпидемия, которая заразила тысячи, тысячи и тысячи поголовья скота, которые либо погибли сами, либо их уничтожили, чтобы приостановить эпидемию. В 2005 году, недавно это происходило, и даже в этом году, зимой я слышал сообщение, что работает, работает эпидемия птичьего гриппа. Друзья мои, сегодня эпидемии поражают животный мир, эпидемии поражают растительный мир, эпидемии поражают людей. Миллионы людей сегодня страдают от страшного заболевания рак. Существует около 300 разновидностей рака. Друзья мои, до сих пор у науки нет средств, достаточно, чтобы разработать какое-то противоядие, чтобы остановить это страшное заболевание. Не так давно, это было этой осенью, я посетил в Севастополе госпиталь с раковыми заболеваниями. Я заходил в палаты, общался с людьми. Только скажу одно, это надо было видеть. Я вчера, по-моему, говорил, что, или позавчера, похороны моего друга, он умер от рака. Ничего не смогла сделать медицина. Платили деньги. Это ничего не дало. Вот этот маленький Григорий из Одессы. В декабре 2003 года он еще болел лейкемией. Он был единственным сыном своих родителей. Сегодня в мире, подобно пожару, развивается еще одно страшное заболевание. Это ВИЧ, СПИД. Сегодня на земле более 50 миллионов человек заражены СПИДом. И Украина лидирует в этом списке, этой болезни. Число детей, которые остались сиротами в результате СПИДа, насчитывается более 16 миллионов сегодня. В 2006 году более 5 миллионов человек умерло от СПИДа. Друзья мои, ежедневно болезни уносят жизни людей с лица земли. Миллионы людей умирают от новых разновидностей малярии, туберкулеза и холеры, против которых бессильны все антибиотики. Мы приближаемся к устрашающей эре неэффективности антибиотиков, когда даже простые инфекции способны перерастать в неизлечимые. И сейчас, когда мы вступаем в заключительную эру человечества, эпидемии, подобные СПИДу, будут все более распространены. Иисус Христос предсказал, будет голод, будут болезни, будут землетрясения. 17 января 1994 года землетрясение в 6,6 балла в Лос-Анджелесе нанесло ущерб в 30 миллиардов долларов. По прогнозам сейсмологов, следующее землетрясение в Калифорнии будет в 50 раз сильнее. За последние десятилетия, друзья мои, количество землетрясений значительно возросло. Сегодня ежегодно отмечается более 5 тысяч землетрясений, которые делают сегодня большие проблемы на земле. Планету Земля лихорадит все чаще. Посмотрите, что произошло в Пакистане в октябре 2005 года. Это снимки из того, что произошло в Пакистане. Вы знаете, что совсем недавно в Китае был эпицентр землетрясения, которое унесло десятки тысяч жизней людей. Земная кора, она дестабилизирована еще со времен потопа. Континентальные пласты сдвигаются, порождая геологические разломы. Землетрясения, они неизбежны. И Христос сказал, они знамение времени. Библия утверждает, а на земле уныние народов и недоумение. И море вас шумит и возмутится. Вспомните первые числа декабря 2004 года. Южная Азия. Землетрясение в 9,5 баллов. Трещина на дне океана в тысячу километров. Цунами, унесшие более трехсот тысяч жизней. Пророчество утверждает, и море вас шумит и возмутится, а в народе недоумение. Друзья мои, Библия предсказывает, что вскоре произойдет величайшее землетрясение, то будет последнее землетрясение. Тогда придет Христос. Знамения в физическом мире они свидетельствуют, что наше поколение, оно последнее. Нам нужно приготовиться к встрече с Христом. Иисус предсказал, но как было в одни ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег. И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и в пришествии Сына Человеческого. Что значит они не думали? Им дана была возможность подумать о смысле жизни, подумать о своем спасении, о своих отношениях со своим Творцом. Но люди пренебрегли. Они были очень озабочены сегодняшним днем. Они решали все проблемы, которые нужно было решать, касающиеся настоящего. Они не задумывались о будущем. Но и на протяжении 120 лет проповедовал о грядущем потопе. Он призывал их повернуться к Богу. Он призывал их повернуться к тому, кто является Творцом неба и земли. Но, увы, они отвергли его проповедь. Возможно ли сегодня относиться к окружающим нас знамениям именно так, как относились те люди? Вполне. Послушайте, мы можем настолько свыкнуться со всеми знамениями времени вокруг нас, с лжехристами, лжепророками, с воинами, с землетрясениями, голодом, болезнями, что не в состоянии будем в них распознать знамения времени. Один житель Нью-Йорка однажды сделал следующее заявление, что он так привык к вою пожарных сирен, что случись в доме у него пожар, он спокойно бы продолжал спать, абсолютно не подразумевая, что его дом то горит. Не дошло ли человечество сегодня до похожей ситуации, когда мы спокойно спим среди пожара? Итак, то, что происходит сегодня в религиозном мире, политическом мире, знамение, третье, это возможность самоуничтожения в физическом мире, это есть знамение конца. Пятое знамение, это то, что происходит в социальном мире. Христос сказал, что в последние дни состояние мира будет напоминать состояние допотопного мира, как во дни Ноя. А как же было во дни Ноя? Библия говорит, и увидел Господь Бог, что велико развращение человеком на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Дни Ноя характеризовались жестокостью, дни Ноя характеризовались преступностью, насилием, развратом и различного рода беззаконием. Существует ли сегодня жестокость, насилие и развращение в нашем мире? Послушайте, даже беглые просмотр заголовков современных газет, он дает нам достаточно оснований для того, чтобы мы могли убедиться, что мы живем с мамой в век жестокости, в век насилия и безнравственности. Сотиальные проблемы это тревожный сигнал, это знак времени. Говоря о нравственном состоянии последнего времени, апостол Павел говорит, женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины оставив естественное употребление женского пола разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам. Сегодня это есть или нет? Сегодня это есть. Друзья мои, я знаю к стыду, что даже священнослужители являются гомосексуалистами. Сегодня Британия приняла закон о регистрации браков гомосексуалистов. И не только Британия. Сегодня даже некоторые штаты Соединенные Америки приняли закон о регистрации браков. И если священнослужитель не регистрирует брак гомосексуалистов, у него отнимает это право, право быть священнослужителем. Мир сегодня полон лесбиянок, а женщин торгующих своим телом не исчесть. И очень много украинцев, россиян. Несколько лет тому назад в августе месяце в городе Иркутске на подобной же программе я жил в гостинице и я был потрясен по 20-25 раз за ночь работал телефон, звонил телефон и я все подбегал, брал трубку и слышал приятный женский голос. Не хотите ли развлечься с очаровательной девушкой? Я говорил не хочу. Но это ничего не мешало им звонить следующую ночь 20-25 звонков. И когда прошло несколько дней, а я каждый день на стадионе должен был проводить встречи, я должен был выспаться, и тогда я обратился в милицию, чтобы они меня спасли от этих звонков. И они мне сказали, выключайте телефон, когда ложитесь спать, выключайте телефон. Я говорю, не могу, моя семья слишком далеко, я должен поддерживать как-то связь, я не могу отключить телефон, тогда мы вам тоже ничем не сможем помочь, потому что в нашем городе зарегистрировано 27 публичных домов. Друзья мои, время истекает, грехи, которые привели к гибели допотопный мир, сегодня реально существует. А Господь сказал, Иисус Христос сказал, как было водненое перед потопом, точно так будет и в пришествии Сына Человеческого. Библия сообщает, но земля растлилась перед лицом Божьим и наполнилась земля злодеянием. Христос сказал, что в последнее время будет тождественно дня Мноя. Он говорит, что перед потопом люди женились и выходили замуж. Какой же в этом грех? Может быть, вам покажется, что это странно. Христос упоминает, женились и выходили замуж. Но Иисус говорит здесь не о нормальном прекрасном институте семьи и брака. Он говорит здесь об измене в супружеской жизни. Один современный писатель написал следующее о браке. Женитьба подобно поясу. Ты надеваешь его и застегиваешь. Но если он тебе не подходит, ты расстегиваешь пояс и снимаешь его. Друзья мои, я скажу, что это ужасно. При таком подходе к семье, к браку, о какой стабильности семейных отношениях может идти речь? О каком красивом воспитании детей может идти речь? Сегодня моральные нормы попраны. Все ценности жизни нестабильны и разрушены. И они знамени второго пришествия Христа. Итак, то, что происходит сегодня в религиозном мире, политическом мире, возможность самоуничтожения в физическом мире, в социальном мире, есть знамение конца. Шестое знамение, оно носит название страх. 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 Христос предсказал, люди будут издыхать от страха. В современном переводе этот текст звучит. Люди будут издыхать от террора и ожидания бедствий. Терроризм набрал сегодня небывалую силу. Захваты автобусов, захваты самолетов. Вспомните близнецов в Нью-Йорке, взрывы метро в Москве, в Токио, в других городах. Проблемы на Кавказе, проблемы на Ближнем Востоке и во многих других странах. Захват больниц, школ. Вспомните детей Беслана. Сотни детей были уничтожены ни за что. Террористы делают следующее заявление. Вы любите жизнь, а мы любим смерть. Как это ужасно! ненавидеть жизнь и любить смерть. Выполняя террористический акт, этот человек научен и убежден, что сразу же после смерти он попадает в рай. И поэтому он не боится смерти. Христос предсказал, что в последние дни преступность будет свирепствовать, поэтому продажа сторожевых собак, сигнальных устройств является сегодня одним из прибыльных предприятий. Почему? Потому что мы боимся. Каждый человек на земле исполнен страхом. С каждым годом все увеличивается число заказных убийств, где гарантия, что такое не произойдет с кем-то из нас с вами. И потому страх наполняет наши сердца. Послушайте, мои друзья, если бы я не знал, что все это сигналы, тревоги, которые указывают путь, я бы был сегодня напуганным человеком. Я бы сегодня тоже боялся, но я знаю, что каждое из этих деяний, из этих знамений является тревожным сигналом, что время близко, скоро придет Иисус, и Он положит конец всем этим бедам и всем этим трудностям. Итак, знамения в мире, в религиозном, политическом, самоуничтожении, мир природы, физический мир, социальные положения в мире, а также страх, они являются знаменем времени. Седьмое знамение очень важное. Оно исполняется сегодня в этом зале. Это знамение я озаглавил пророчество, предсказывая будущее. Иисус Христос подчеркивал, это еще не конец, но то пророчество, которое я сейчас прочту вам, оно говорит о конце. И проповедано будет сей Евангелие Царствия по всей Вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Друзья мои, да, в Библии есть написано о конце. Библия говорит о конце времени. Послушайте меня внимательно. То, что я сегодня стою перед вами, то, что я сегодня проповедую вам эту вечную истину о спасении Божьем. Есть свидетельство того, что это пророчество исполняется прямо сейчас. Этот вечер, когда вы пытаетесь разобраться во времени, в которой мы с вами живем. Сегодня эта вечная книга проповедуется по телевидению, проповедуется по радио. И я сегодня проповедовал по радио, в прессе, в интернете, во дворцах культуры, в кинотеатрах, на улицах, по спутниковому телевидению. Не может ли случиться и со мной нечто похожее, как с иудеями, которые не узнали своего времени? Сегодня библейские пророчества исполняются четко и определенно, как и все библейские пророчества в древнее более время. не так далек тот день и Библия сообщает, что придет конец горю, конец несчастьям, конец страданиям. Наш народ очень много пострадал. Украинцы, россияне очень много пострадали. Скоро Бог избавит людей от всех этих страданий. Поэтому то, что происходит сегодня, это знамение в религиозном мире, в политическом мире, возможность самоуничтожения, то, что происходит в физическом мире, в социальном мире, страх, пророчество о том, что близится конец всему, есть знамение конца времени. Иисус Христос затем говорит, я хочу это подчеркнуть, это особое заявление Его, Он говорит, наблюдайте за этим, смотрите, как оно сбывается, а затем Он говорит, когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь, поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Это очень серьезное заявление. Скажите, видно, как это исполняется, или еще нужно долго присматриваться? Видно. Господь говорит, восклоните ваши головы, приближается ваше избавление, вне всяких сомнений Христос скоро придет. Мы живем в заключительный период земной истории, когда мы сравниваем события, которые происходят сегодня вокруг с нами, когда мы их сравниваем с пророчествами, с предсказаниями Иисуса, не остается никаких сомнений, что наше поколение, оно где-то рядышком. Иисус скоро придет. Когда Иисус Христос после своего воскресения вознесся на небо, Он дал уникальные обещания своим последователям, своим ученикам. Оно записано в Евангелии от Яна в 14 главе. Да не смущается сердце ваше. Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять, и возьму вас к себе, чтобы и вы были где-я. И так торжение из космоса непременно произойдет. Это Божий план. И это будет второе пришествие Христа. Мои дорогие друзья, сигналы указывают на то, что живущие поколения то самое, которое увидит пришествие Христа. Знамения, данные в Библии, указывают на его скорое возвращение. Нельзя терять ни минуты сегодня. Самый важный вопрос сегодня это каково ваше отношение к Иисусу Христу? Верите ли вы, что Иисус ваш Спаситель? Принимаете ли вы Его как своего Спасителя? Что для вас значит колгофа и то, что произошло там почти две тысячи лет тому назад? Ваше отношение к этому оно может стать решающим в день второго пришествия Христа? Подумайте о вашем времени. Я, как скитарец слепой, брошусь по земле большой кругом пустыня палящей зной напои меня водой живой освежи меня водою живой Прости 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 меня Боже что на тебя я не похожий испачкан грязью пылью но все же прости меня о Боже я брел надеясь найти того кто со мной в пути всегда шел в ряда я был водой солнцем был и был вновь напои меня мой дорогой прости 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 меня Боже что на тебя я не похожий испачкан грязью пылью но все же прости меня о Боже прости 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 меня О Боже Прости. Огромное спасибо, Вячеслав. Мои дорогие друзья, прежде чем я приглашу вас помолиться, я хочу прочитать слова, которые Христос сказал в отношении того, когда мы будем с вами видеть то, что происходит. Поэтому я хочу обратиться к Библии. Это Евангелие от Луки, 21 глава. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. И сказал им, посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так, и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царство Божье. Истинно говорю вам, небо и земля придут, но слова мои не придут. Послушайте. Иисус Христос сказал, что когда увидите то сбывающимся, восклоните головы ваши, и чтобы вы не сомневались, что это начало конца. Точно так же, как вы видите, деревья весной распускаются, и вы знаете, что близко лето. Когда вы увидите это сбывающимся, знайте, что близко при дверях. Вне всяких сомнений Христос скоро придет. Нам с вами нужно быть готовыми. Друзья мои, для того, чтобы иметь уверенность в своем спасении, я должен подружиться с Богом, с Иисусом. Я должен сделать Его самым лучшим другом. Я должен позволить Ему войти в мою жизнь. И все изменится. И сегодня, и завтра для меня будет счастливый день. Когда Он вернется, это будет самое прекрасное время, потому что своих друзей Он никогда не оставит. Он возьмет к себе. Вы знаете, чему надлежит быть вскоре. Вы знаете и видите, что происходит сегодня. Близко это время. Будьте готовы. Я хочу помолиться о вас. О великий Творец, наш Небесный Отец, мы сердечно благодарим Тебя за то, что сегодня Ты был вновь с нами. Спасибо Тебе за то, что Ты позволил нам исследовать пророчества, имеющие отношение к нашему времени, к нашей цивилизации, к 21 веку. Наблюдая за тем, что происходит сегодня, делая параллель, сравнение с Твоим предсказанием, не остается сомнения, что время близко. Господи, Господи, приготовь нас к Твоему пришествию. Сделай нас поистине Твоими учениками. Сделай нас красивыми христианами. Сделай нас, Господи, друзьями Своими, за которыми скоро придешь. Еще чуть-чуть. И камень оторвется без причастия рук человеческих. Это Твой план. Помоги нам сегодня приготовиться к этому событию. Помоги нам подружиться с Тобой, чтобы, когда Ты придешь, в каждом из нас, присутствующих ныне здесь, Ты узнал Своё Дитя, Своего Друга, и чтобы взял нас Твое Царство. Сегодня, когда мы уйдем с этого места, Господи, пусть ангелы могущественной силой хранят и берегут пути каждого человека. Пошли им нужный транспорт, благополучие в жизни. Пошли им Твою любовь в сердце. Пошли им Твой мир, радость и счастье, чтобы в каждом доме был мир и спокойствие. Позаботься о всякой нужде. А завтра приведи нас вновь сюда, потому что любим Тебя, хотим, чтобы Ты вернулся, но приготовь нас к Твоему пришествию. Во имя драгоценное молимся Тебе. Имя Спасителя нашего Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok